Всем привет! С вами Александр Птичкин, основатель с сайта multarocky.ru Сейчас вы смотрите четвертый урок, в котором я рассказываю про 4 вида движения объекта за курсором мышки То есть мы разберем сегодня с вами абсолютно все варианты движения объекта за курсором мышки Итак, первый вариант движения это когда наш объект просто двигается То есть вот он просто двигается, не поворачиваясь, ничего, а просто следит за курсором мышки Давайте я буду потихоньку комментировать команды и раскомментировать другие И тем самым посмотрим на все эти 4 вида, а потом перейдем к уроку Следующий уже более такой интересный То есть наш объект не просто двигается за курсором мышки, но и за ним следит Например, то, как мы делали с вами в игре Sleezer Итак, следующее движение объекта тоже довольно интересное и возможно найдет какое-то восприменение в игре Раскомментируем две эти команды Следующее движение очень простое Иногда нам нужно сделать так, чтобы наш объект переместился сразу в какую-то точку Поэтому мы просто кликаем где-то на сцене и вот наш объект переместился туда, куда мы кликнули Мы можем перенести его относительно центра объекта, мы можем перенести относительно этой точки или какой угодно То есть что укажем, туда и перенесем То есть перенос объекта по клику мышки И четвертый способ, он тоже довольно интересный Именно четвертый способ управления объекта был в той сетевой игре, в которой я проиграл пять лет, пока учился в институте Смотрите, он был такой, мы просто кликаем где-то на сцене и видите, вне зависимости от положения курсора, от движения, наш объект доходит туда, куда мы кликнули То есть нормально такое явление событий Мы кликнули, объект пошел Если он еще не дошел, а мы кликнули Вот видите, работает только по кликам Уже от движения курсора ничего не зависит Это очень удобно Помните, в таких играх иногда можно даже проложить маршрут Ты кликнул сюда, 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 и объект прошел от этой точки, потом от этой, от этой То есть все это дело запомнилось и объект прошел некий такой путь Это мы с вами разберем уже в дальнейших уроках Пока рассмотрим вот такую базу из четырех движений персонажей Ну что ж, мы с вами начинаем Постоянно слушатели могут переходить по тайм-коду, который видите сейчас на экране А те, кто впервые смотрит мои уроки, посмотрите 10-секундное вступление Для того, чтобы не затягивать каждый последующий урок, мной был создан самый первый базовый урок В котором мы установили все программы, настроили среду разработки И создали свой первый базовый код, в котором двигался наш объект по нажатию на клавишу на клавиатуре Поэтому смотрите его, пробуйтесь, что происходит И потом переходите к изучению абсолютно любого урока Чтобы вы понимали тот процесс, как построены все наши уроки Итак, пока мы на сайте, давайте откроем API Кстати, все ссылки на сопутствующий материал, как всегда, указаны в описании каждому уроку Итак, откроем API, она нам сегодня понадобится Первые 10 уроков мы подробно в ней будем сидеть и подглядывать Не то чтобы подглядывать, я вам просто буду показывать, где какие команды находятся Потом мы просто будем брать и пользоваться поисковой строкой, потому что это на порядок удобнее Итак, API мы открыли Сейчас к нам присоединились те ребята, которые постоянно смотрят мои уроки И мы с вами начинаем В описании к уроку, как всегда, представлены готовые файлы Первое, это готовые файлы, то есть все, что мы сегодня сделаем с вами в уроке, все можно будет скачать А второе, это чистые файлы, с которых мы начинаем с вами каждый урок Вот такие два файла вы скачали Открываем индекс.html правой кнопкой мышки В той программе, в которой вы работаете И этот индекс.html перебрасываю на окно браузера, чтобы увидеть результат И правой кнопкой мышки нажимаем на окне браузера и инспект, чтобы вызвать консоль Все это мы с вами делали в первом уроке Итак, закрываем наша программа Bluefish, вот она здесь скрылась Вот наши чистые файлы к сегодняшнему уроку, с него мы с вами начинаем Итак, поехали Первое, что нам нужно сделать, это активировать мышку То есть давайте на всякий случай быстро пробежимся по коду, который есть Все это, опять же, было создано в предыдущих уроках Мы объявили нашу игровую сцену, создали игрока Это обычный квадратик для примера То есть квадрат вы потом можете заменить на что угодно Это только для примера, чтобы показать механику Затем создали игровой цикл, в котором пока только отрисовываем объект Вот и все, и запускаем нашу игру Итак, надо подключать мышку Для этого переходим к API, идем в MouseControl И смотрите, у MouseControl опять же много разных свойств И давайте с вами опять сократим эту команду То есть заберем ее и сократим, чтобы не обращаться по длинному пути И экономить ресурсы на браузере Поэтому мы создаем с вами переменную, например, вот так вот, mouse Чтобы убрать в нее все методы, которые спрятаны в нее Вот они, все методы PGS MouseControl То есть забрал себе эту команду и ставлю точку запятой И напоминаю еще раз, PGS это то, как мы изначально обозвали движок Вот и все Теперь мы уже можем обращаться к этому mouse и активировать клавиатуру То есть мышку Потому что, как и клавиатуру с прошлого урока, ее нужно сначала запустить Для этого существуют две команды Это initMouseControl, либо initControl То есть что из этого использовать? Только ваше дело То есть логично предположить, что я буду использовать короткую команду Зачем писать что-то длинное Это устаревшая команда, она раньше использовалась, но функционал у них одинаковый Итак, initControl и ставим точку запятой Клавиатуру мы активировали, точнее мышку И теперь давайте перейдем в движение персонажа Смотрите, просто движение персонажа было командой move у нас Но теперь у нас будет использована другая команда Переходим в correct, спускаемся чуть пониже И команда move to Она позволяет двигать объект к указанной точке К указанной точке на плоскости А не просто по какому-то заданному направлению Итак, давайте озвозимся этой командой Пишем имя нашего игрока, обращаемся к нему Он у нас называется player Ставим точку и команда move to И здесь нам предлагают два параметра ввести Первый это позиция, позиция куда двигаться То есть как раз нам нужна позиция курсора мышки А второе это скорость перемещения Хорошо, чтобы вы понимали что происходит Давайте временно я закомментирую эту команду А вот это себе заберу вот так вот Только не в таком ключе заберу А дело следующее Напишу console.log Кстати, console.log команду можно сократить Движки есть сокращение этой команды Но чуть попозже я об этом расскажу И сюда в console.log я запихиваю вот это Только теперь здесь меняю на mouse Потому что мы к нашей мыши обращаемся Так вот так, mouse То есть я хочу получить позицию курсора мышки Сейчас мы в консоли посмотрим Что нам выдает консоль на это дело И смотрите Ну да, опечатка, глобальная опечатка Вот так вот, mouse Консоль нам выдает следующее То есть видите, x и y Позиции нашего курсора При положении нашего курсора где-то Мы видим изменение позиции по x и y Но z8 мы не трогали, значит не трогали Думаю, здесь вы идею поняли Я закомментирую эту команду Раскомментирую эту Давайте обновим все это дело Чтобы... так, сохраним сначала и обновим Чтобы консоль у меня не била в браузер И здесь будет небольшая ошибка Но потому что мы еще ничего здесь не указали Поэтому ничего страшного Сейчас укажем и все появится Итак, первый это позиция мышки Поэтому уже запираем написанную нами команду Mouse get position Это первое, что нам нужно получить Второе, это скорость Скорость, с которой движется наш объект Сохраняем все это дело Обновляем страницу и смотрим Видите, наш объект уже двигается Но наш объект, во-первых, трясется Во-вторых, он двигается к углу Ну, к углу он двигается по молчанию Потому что угол это точка создания всех объектов Нам бы как-то хотелось сделать так Чтобы он двигался к центру объекта То есть для этого есть следующая команда Очень просто Move to c То есть относительно центра Поэтому изменяем эту команду И дописываем просто c И все будет прекрасно работать Итак, проверяем еще раз И, как видите, уже к центру двигается Но пока еще трясется В чем дело? Тряску очень легко объяснить Видите, у нас есть некоторая скорость У нас есть позиция И когда наш объект достиг вот этой позиции Он все равно двинулся на 3 Но эта команда говорит ему Так, давай-ка вернись на место К курсору мышки И вот он начинает трясти То на нужную скорость, то обратно Вот такая тряска Поэтому вот эту штуку надо Как-то окутать в некоторых условиях Какое? Давайте посчитаем расстояние Между курсором и объектом И если это расстояние будет меньше Меньше вот как у этого очень маленького То есть пока это расстояние очень большое Вот пока оно большое Наш объект будет двигаться Пока оно маленькое Вот там буквально 3 пикселя То мы перестаем выполнять Вот это условие движения Вот и все Для просчета опять же есть команда Мы можем обратиться к нашему ректу И есть команда getDistance Сейчас мы с вами найдем Она здесь точно есть Так, надоело списком пользоваться Иначе урок будет затянут Давайте здесь быстренько пробьем Вот так вот GetDistance И нам нужен getDistance для ректа объекта Вот он Сразу нашелся Вызываем его И давайте его использовать Заберем себе часть этой команды И пишем условия Если Обращаемся к нашему игроку Player GetDistance И здесь нам Просят указать Ну вот мы уже от плеера получили Теперь нам нужно получить От другого объекта позицию От какого? От mouse Поэтому Забираем себе эту команду То есть Здесь уже содержится позиция И мы их можем считать Теперь Делаем следующее Если Расстояние Вот это Больше трех А что такое Тритас Наша скорость Например То есть Больше трех пикселей В данном случае То мы выполняем эту команду Иначе не выполняем На всякий случай Давайте опутаем В круглые скобки Смотрите Хотя одно условие Как я и говорил Не надо Опутывать в круглые скобки То есть В фигурные скобки Все будет прекрасно работать Но по ходу Написания игры То появляется Одна команда То появляется Здесь другая То еще что-то И начинаются Эти расстановки Забывания фигурных скобок Поэтому я просто Привык всегда ставить Когда вы будете Минифицировать ваш код То все равно Ненужные скобки Уйдут И даже больше Итак Поэтому обновляем страницу И смотрим Что получилось Обратите внимание Что наш объект Уже больше Не трясется Потому что Это условие Перестало выполняться Расстояние Которое мы посчитали Стало меньше трех Расстало меньше трех Значит Условие не выполняется Вот и все Это первое Первое что мы с вами сделали Давайте я Закомментирую Эти три команды И просто вам подпишу Что это был Вот так вот Что это был Способ 1 Давайте перейдем Ко второму способу Второй способ Тоже очень простой Только теперь нам нужно Сказать персонажу Что Давай-ка еще и двигайся То есть Следи За положением курсора И разворачивайся к нему Поэтому давайте Заберем вот эти Две команды Они нам нужны Получайте три Рано закомментировал Ну да ладно Итак Забираем Три эти команды И Здесь Напишем еще одно условие То есть допишем его Смотрите Это условие можно писать Куда угодно Вы можете писать Вне условия движения А можно писать Внутри То есть если напишите Вне Значит даже на трех пикселях Наш объект будет Иногда послеживать Но не иногда А всегда послеживать За курсором Если вы напишите Внутри То значит Раз это условие Вырубилось Значит И там уже ничего Больше происходить не будет Вот эти микро Движения мышки У вас объект Замечать не будет Например Ну сейчас я Все это продемонстрирую Так вот Как же развернуть объект Все очень просто Обращаемся опять К нашему ректу И к одному И к одному Из его свойств Рект Обжиг И Ротейт У него есть команда Ротейт Вот не знаю Найдем мы или нет Вот пошли Повезло Ротейт И здесь нам нужно указать Позицию Того объекта К которому нам Вращаться Поэтому давайте так и сделаем Итак Сначала просто Выше указываем То есть Обращаемся к нашему Плееру Так Вот так вот Плеер Нажимаем Enter Когда подсветилось И Здесь Ротейт Вот так вот И в круглоскобках Мы указываем то К чему вращаться Опять же Наш mouse Get Position Получить позицию мышки Давайте поставим Точку запятой И проверим Что уже Второй метод У нас за работу Обратите внимание Наш объект уже прекрасно Следит за курсором мышки И естественно Останавливается там И давайте вот эту штуку Сделаем побольше Чтобы просто продемонстрировать Про что я говорил Вот когда то условие Вне Вот видите Мы уже Ну давайте еще побольше Так вот где там Сделаем 20 Итак вот Объект остановился Видите Заведомо остановился И вот это микродвижение Видите Мы всегда следим То есть по сути Объект будет такой дерганой Хотя видите С места еще не сбился Если вам это надо То надо Если нет То значит Вот это условие Мы запихиваем вот сюда К этому же К условию движения Тогда эти микродвижения Вашей мышки Вот смотрите Сейчас столкнулись Все Вот То есть Теперь объект не будет двигаться То есть Выбирайте тот случай Который вам нужен Ну естественно 20 это много Обычно Я ставлю 3 Мы же к центру стремимся И это условие я запихиваю Вовнутрь Чтобы микродвижение мышки Но все равно объект не двигается Зачем ему поворачиваться Чтобы он лишний раз Чтобы он раскрутился И какое-то слое выполнял Зачем Это вот Вот это вот микродвижение Оно ни к чему Да Ну вот там Которое будет Поэтому Я просто Вношу его в серединку Итак Был второй способ Поэтому давайте Подпишем вот так вот Способ 2 И его я тоже Закомментирую Потом Когда Вы скачаете этот код То у вас Все эти примеры Уже будут Теперь Третий способ Третий способ Довольно интересный И Нам здесь нужна клавиатура То есть По нажатию Какой-то клавиши Точнее Давайте посмотрим На свойства Свойства мышки Еще раз Маус И смотрите Здесь нам клавиатура Уже не нужна У нас По сути Мышка уже активирована И Раз мы работаем С клавиатурой С мышкой У нее тоже есть Испресс Испресс Левая Либо правая кнопка Мышки И Сейчас посмотрим Есть ли здесь Команда Нету Но здесь Очень просто Либо левая Либо правая Кнопка мышки То есть Давайте писать условия Сейчас мы будем делать так Что наш объект Будет перемещаться Туда Куда мы кликнули На сцене Итак Пишем условия Если И Обращаемся К нашему Маус И Используем Испресс То есть Если была нажата Клавиша мышки Такая Маус Испресс И как всегда В круглых скобках Вы указываете Либо левая Либо правая Кнопка мышки Вот так вот Например Left Если была нажата Левая кнопка мышки Значит мы Выполняем Некие условия Какие условия Мы выполним Смотрите Мы уже не будем Перемещать Вот так Наш объект Потому что Это будет Некорректно Мы можем Использовать Функцию SetPosition То есть Установить Позицию Объекта Да По сути Это никакое Не движение Но все же Это создание Иллюзии Движения Итак Мы переходим К рект-объекту И у него есть Команда SetPosition Возможно Мы ее найдем А возможно Придется Через Пск-вичок Пробить Но у нас Здесь точно есть Итак Ладно Давайте так Быстрее будет SetPosition Находим Наш ReactObject Вот ReactObject SetPosition Например Вот это Установить Объект Позицию С учетом Центра Хорошо И здесь Мы обращаемся К нашему Объекту Player Вставим Точку SetPosition И в круглых Скобках Указываем Ту позицию Куда мы Хотим В ту позицию Которую мы Хотим поставить Но смотрите Нам сейчас Point не нужен Point Это для указания Вами Точно уже В пространстве Чего-то То есть Какой-то Точке С том На стол Мы это С вами Делали В предыдущих Уроках А теперь Мы Опять же Указываем Нашу Мышь Все Задействовано У нас На мышке В этом уроке Поэтому Используем Тоже Команду Установить Там Где Мышь Давайте Проверим Что Этот способ Уже Заработал Должен Был Заработать Ну смотрите Где все четко Не сработало Только SetPosition Потому что Мы С не записали То есть Относительный центр Сейчас мы Относительные точки Создания Относительный центр Будет С В зависимости От локальных Либо глобальных Координат Там еще Есть SetPosition Смотрите Ну С и С Поэкспериментируйте Посмотрите Что в данном случае Для вас актуально Сейчас мы Это с вами Не проходили Но чтобы вы Процезнали И вот наш объект По сути Тоже перемещается Перемещается К курсору мышки И давайте рассмотрим Четвертый Самый интересный вариант Закомментируем Эту штуку Я ее подпишу Как вариант 3 Итак Вариант 3 И четвертый вариант Вариант 4 Смотрите Давайте заберем Часть себе Этой команды Потому что Она нам нужна Вот так вот Пока изнутри Скорее всего Удалим все Но если что вернем Смотрите Тут важна идея То есть при создании Любого вот такого движения Важна идея А эту штуку я кстати Закомментирую Чтобы не мешалась Вот так вот Закомментирую Идея вот в чем Если мы выкинем Вот эту команду Move Куда-то вне Вообще вне просто Внесем То у нас ничего не сработает Почему? Потому что Вот здесь будет Единожды нажатая клавиша То есть Смотрите В чем идея Ну давайте делать Сначала как делается А потом поправим Потому что В ходе вы поймете Это дело Нужно В этом момент Времени сказать Что двигайся Объект туда-то То есть По сути Я забираю Сейчас вот это вот Плеер MoveTo Относительно центра Вот заберу эту команду И вставлю ее сюда То есть Если нажата клавиша Вот эта То наш объект Будет двигаться Ну то есть Эта команда Сработает Если нажата клавиша И давайте посмотрим Видите Наш объект Двигается Но При единождем клике То есть Я много раз могу кликать Вы наверное Сейчас в микрофоне Это слышите Наш объект двигается Такой вариант Не подойдет То есть Эту команду Мы уже понимаем Что никак не можем Располагать здесь Как же поступить Но Располагая ее здесь Вот если я просто Кину ее Без всяких условий Нам пока не важны Эти все условия Столкновения Они не важны В конце их добавим Но если Кину ее здесь То наш объект Будет всегда двигаться Это тоже не вариант Но Мы уже поняли Что она должна стоять отдельно Поэтому делаем следующее Давайте создадим себе Где-то переменную Вне игрового цикла Вот так Var И Назовем ее просто Position Позиция То есть Var Position Равна нулю То есть Есть некая переменная Которая равняется нулю Так вот Давайте внутри Вот этой вот штуки При нажатии клавиши Перепишем эту позицию Post Равняется То есть Та переменная Post Которая мы создали Равняется Mouse Get Position Вот как раз Вот этой команде То есть Мы В некую переменную Вписали Позиции мышки И теперь мы не всегда Будем к ней здесь Обращаться Вот здесь Здесь этого уже не будет Мы лишь единожды В эту переменную Занесем данные И вы понимаете Что таким способом Можно было заносить 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 И заносить И создавать массив Из передвижения точек И потом Наш объект Был шел сюда 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 Передаем Эту переменную Которую Один раз Изменили Вот сюда Post Просто передали Эту Post В ней Уже стандартные Координаты Забиты Сохраняем И смотрим Объект Наш не двигается Так не двигается И вообще не двигается Смотрите Не двигается он Потому что Мы изначально Задали глобально Позиции Му 0 И Это неправильно Потому что Во-первых Она перебивает Нам все Что мы делаем Во-вторых Объект же У нас уже где-то был Зачем ему С нуля стартовать Поэтому здесь Нужно Изначально Создать эту переменную С параметрами Уже Вот С параметрами мышки То есть Получить Позицию Позицию нашего объекта То есть Изначально Выставить там Где он стоит Вот и все То есть По сути Вот эти параметры Туда выгнать Поэтому Пишем Вот так вот Player GetPosition И Естественно Относительно центра Чтобы объект Стоял Чтобы туда Занеслись уже По умолчанию Те параметры По которым Он уже стоит То есть Те координаты Тогда все Прекрасно заработает То есть Уже будет Наш объект Где-то стоять И потом Эта переменная С легкостью Перезапишется На то Что мы с вами Здесь сделали Давайте обновим Посмотрим Вот видите Уже дрожит Почему дрожит? Ну Все очень просто Потому что Вот Есть просто Вот некая координата Видите Куда он дошел И опять Начинается тряска То есть Позиция совпадает Началось трястись Чтобы убрать тряску Помните Мы делали с вами Вот такое вот условие GetDistance То есть Вот эта вот команда Давайте Ее скопируем сюда И тоже перенесем Ну а теперь смотрите Нам GetDistance Нельзя Здесь получить Мышку Потому что Ну мышка у нас Теперь уже Отдельный инструмент Она где-то ходит Поэтому здесь Вместо Этой mouse Мы делаем следующее Давайте вот так вот Все сотрем Из этих круглых скобок И здесь пишем Post Все то же самое Post То есть Мы сравниваем с тем Стандартом Который мы вогнали сюда И здесь сравниваем И здесь смещаем на него Поэтому все завязано с ним Вот так вот Делаем условие И нам осталось Условие поворота Ну поворот тоже Давайте сюда вгоним Почему бы нет Вот у нас здесь Персонаж поворачивал Player Rotation И здесь же Опять смотрите Мы можем вот здесь В этом условии То есть не можем А что будет Если мы здесь Загоним эту команду Будет не очень хорошо И не очень красиво Почему? Потому что смотрите Вот обновляем сейчас Все хорошо Но видите То есть мы Двигаем мышкой А наш объект В зависимости от мышки Двигаться Конечно Не годится Поэтому Эта команда Теперь Вращение Должно выполняться Вот здесь Вот здесь Там Где она выполняется Всего один раз При клике мышки Мы кликнули Установили Ну развернули Объект туда Куда он должен Смотреть на курсор мышки Записали Координаты Куда двигаться А потом уже Отдельно Сравниваем позицию И отдельно уже Двигаем Вот и все Смотрим еще раз Что получилось Теперь видите Уже от курсора Ничего не зависит Наш объект пошел В дальнейших уроках Чуть попозже Мы с вами создадим Создадим массив В который будем Добавлять эти координаты И вот так вот Прокликов Точки Наш объект Будет двигаться Отсюда До сюда До сюда Ну короче Как мы будем Кликать Так он и будет Двигаться Создадим Такую некую память С вами Но это все потом И смотрите Чтобы все Вот эти скорости Потом не контролировать Естественно же Создайте где-то Отдельно переменную Speed Как мы делали В прошлом уроке И просто Ей присвоите Значение 3 А потом Сюда просто Напишите Speed И Speed Тогда Поменяв Это Speed Где-то в одном месте Она у вас Везде разойдется По коду И ей так же Будет просто Управлять Чем каждый раз Сходить И перетыкивать Эти значения Ну что ж Друзья На этом я завершаю Этот урок Мы с вами Разобрали 4 варианта Движения Объекта За курсором мышки Надеюсь Он для вас Был полезный Подписывайтесь На мой канал И смотрите Другие обучающие Видео По созданию Игр на языке JavaScript И мультфильмов И игровой анимации До встречи На новых коробках Пока